Заметки Электрика Заметки Электрика Заметки Электрика Заметки Электрика абсолютно любой цвет. Правда это все зависит и от функциональности выбранного контроллера для управления лентой RGB. Также с помощью контроллера можно изменять не только цвет, но и изменять яркость свечения ленты. В зависимости от контроллера в нем могут быть уже встроенные различные режимы и программы по управлению лентой. Прежде чем перейти к выбору светодиодной ленты, сделаю небольшой обзор по их классификации в целом. В настоящее время наиболее распространенными являются ленты со светодиодами CMD3528 и CMD5050. CMD переводится как устройство устанавливаемое на поверхности. Как видите светодиоды CMD как раз таки и припаяны поверхности ленты. Светодиоды CMD3528 и CMD5050 отличаются между собой параметрами и габаритными размерами. Сейчас подробностей вдаваться не буду. Это отдельная тема для разговора. Скажу лишь то, что светодиоды CMD3528 имеют размеры сторон 3,5 на 2,8 мм. А CMD5050, вот как в данном случае у меня, соответственно имеет ширину сторон светодиода 5 мм на 5 мм. Светодиоды CMD3528 являются однокристальными, а CMD5050 имеют в составе 3 кристалла. В связи с этим разница в световых потоках у них составляет примерно в 3 раза. Естественно, что и световой поток у CMD5050 больше. И эти светодиоды светят гораздо ярче, правда при этом и потребляемая мощность у них в 3 раза больше. Также ленты отличаются между собой по количеству светодиодов на 1 м. Чаще всего встречаются ленты с 30, 60, 120 и 240 светодиодами на каждом метре. Естественно, чем больше светодиодов в каждом метре, тем лента будет гореть ярче. Но, соответственно, и по цене такая лента будет несколько дороже. Для декоративного освещения потолка или стен вполне подойдет лента CMD5050 с 60 светодиодами на 1 м. Для декорирования мебели можно взять ленту менее яркую, хотя это все на ваш вкус и цвет. В общем, для освещения ниши спального места, я выбрал многоцветную светодиодную ленту RGB со светодиодами CMD5050 с количеством 60 штук на метр. Вот она перед вами. Вот здесь даже есть расшифровочка. CMD5050 и 60 диодов на метр. Технические характеристики светодиодной ленты. Они указаны вот здесь на упаковке. В общем, так, лента 50-50, 60 штук на метре RGB. Технические характеристики мощность 14 ватт на метр, напряжение 24 вольта, степень защиты корпуса IP33. Количество светодиодов 60 штук на метр, цвет RGB. Светодиод CMD5050 RGB состоит из трех кристаллов разного цвета. А значит, для каждого кристалла необходимо свое питание. Многоцветную ленту RGB легко отличить от одноцветной светодиодной ленты по наличию четырех выводов. Вот у нее четыре вывода. Четыре вывода. Так как на каждый кристалл необходимо подать свое питание, плюс она имеет общий вывод. Ну, про подключение чуть позже. То есть, вот питание красного кристалла, питание синий и зеленый кристалл. А это общая шинка, общий плюсик. Наверное, уже успели заметить, что лента намотана вот на таких катушках или бобинах, кто как называет. Прямо как раньше магнитной ленты от магнитофона. Для подсветки ниши над спальным местом необходимо 8 метров ленты. Но она продается катушками только по 5 метров. Поэтому и пришлось приобрести две таких катушки. Светодиодная RGB лента, как и другие одноцветные ленты, состоит из небольших коротких отрезков. Вот видите, вот ее начало. Раз отрезочек, вот два отрезочек, три отрезочек, четыре. Вот такими вот короткими отрезками. На каждом отрезке находится 6 светодиодов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Каждый вот этот отрезочек, вот от сих и до сих, представляет собой полностью законченное изделие. То есть если на контактной площадке, ну допустим взять вот один отрезок и на контактной площадке подать питание, то светодиоды загорятся. То есть вот этот отрезок будет работать. Чтобы получить готовые ленты длиной 5 метров, вот эти вот небольшие отрезки соединяют между собой. И получается вот такая у нас готовая лента 5 метров. И с точностью до наоборот. Если нам не нужна лента длиной 5 метров, как в моем примере, то мы ее можем укоротить. Разрезать ленту можно только по нанесенным линиям с изображением ножниц. Вот эти линии, вот эти линии. Около линии реза находятся контактные площадки для подключения проводов. Если отрезать не по линии, а например вот в каком-нибудь произвольном месте, то вы испортите ленту. То есть перерезав рабочие дорожки, при включении лента у вас работать не будет. Лента достаточно гибкая, поэтому ее без проблем можно закрепить на поверхности любой формы. На обратной стороне ленты приклеен двусторонний скотч. Кстати, вот в данном случае Тремовский. Очень хороший скотч. С помощью скотча ленту легко и быстро можно закрепить на поверхности. В моем примере ленту я буду крепить по периметру потолочного профиля. Для крепления на стене я буду использовать пластиковый кабель-канал 10х15. Вот это самая ниша. Вот она. Такой контур. Сделан выступ. День уровня у потолок. Вот мне надо здесь установить светодиодную ленту. Начал клеить ленту. Здесь вот пока кусочек оставил с наклейкой. Это заглушка от проникновения света во второй уровень потолка. Установил пластиковый кабель-канал сюда и на нее уже аккуратненько клею ленту. В местах ленты есть еще вот такие вот места соединения. В основном идут как бы с символом ножницы вместо реза. А здесь как бы просто напаяно. И ножниц здесь нет. И здесь как бы резать ленту нежелательно. Вот здесь вот контактные площадки. Они, внимание, сзади оголены. Так что будьте внимательны. Вот, например, у меня здесь попадаются саморезы. Не дай бог, если я этот момент упущу. И вот этой контактной площадкой приклею прямо на саморез. Вот как раз вот про что я говорил. Мне попался саморез на месте соединения. Вот оголен на этой части. Вот. Так что еще раз напомню. Будьте внимательны. Учтите этот момент. Ну а мне придется этот... Это место заизолировать. В общем, вот так вот получилось. Ну все. Оба отрезка ленты наклеил. Вот так это все получилось. Вон она идет. Вот один отрезок 4 метра с небольшим. И вот другой. Ошибка многих граждан заключается в том, что ленту они включают прямо непосредственно в сеть 220 вольт. Прямо подают вот на эти контакт, на эти вывода напряжение 220 вольт. Естественно, что при этом светодиоды сразу же сгорают. Лента выходит из строя. Так делать категорически нельзя. Светодиодная лента, хоть одноцветная, хоть многоцветная, должна подключаться только через блок питания, драйвер. Напряжение на выходе которого должно соответствовать напряжению светодиодной ленты. Обычно это или 12 вольт, или 24 вольта. Одноцветная лента подключается непосредственно к блоку питания. А вот для подключения многоцветной ленты, между блоком питания и лентой подключается еще и контроллер. С помощью которого происходит управление цветами и яркостью свечения светодиодов. Кстати, RGB ленту можно подключить и без контроллера. То есть напрямую к блоку питания, соединив при этом клеммы красную, зеленую и синюю между собой. То есть сюда подается плюс, сюда подается минус. Правда, при этом она будет всегда гореть одним цветом, и ее основная функция цветовых эффектов будет утрачена. Но это уже как исключение из правил. Итак, для питания ленты RGB необходим источник с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. В нашем примере выходное напряжение должно быть 24 вольта, так как приобретенные ленты имеют напряжение питания 24 вольта. Мощность блока питания должна выбираться из учета мощности подключаемых светодиодных лент. Так, ну это я блок питания, пока его оставим. Мощность ленты обычно указывается на 1 метр ее длины. И в нашем примере 1 метр RGB ленты потребляет 14 ватт. Нам требуется подключить 8 метров ленты, а значит суммарно потребляемая мощность составит порядка 112 ватт. Внимание! Если по каким-то причинам вы не нашли данные по мощности светодиодной ленты, то ее можно рассчитать самостоятельно. Ничего сложного в этом нет. Как это сделать? В первую очередь необходимо определить тип светодиодов, установленных на ленте. Чуть выше я рассказывал, что наиболее распространены светодиоды с AMD3528 и 5050, но могут быть и другие. Нужно измерить каждую сторону светодиода. Предположим, что, ну вот в моем случае, каждая сторона имеет длину 5 миллиметров. Значит перед нами светодиод с AMD5050. Далее необходимо определить количество светодиодов на отрезке в 1 метр. То есть, разматываем ленту на 1 метр и считаем количество светодиодов. Предположим, что получилось 60 штук на метр. В интернете есть множество ресурсов, где указаны технические характеристики различных типов светодиодов. Так вот, находите по справочной таблице светодиод CMD5050 и смотрите его потребляемый ток. Я вам немножко подскажу. Потребляемый ток одного кристалла светодиода CMD5050, естественно, составляет 20 миллиампер. Ну или 0,02 ампера. Но помните, в начале статьи я говорил, что вам, что светодиод CMD5050 состоит из трех кристаллов. А если уточнить под наш пример, то из трех цветных кристаллов. Красный, зеленый и синий. В итоге получается, что светодиод потребляет ток в три раза больше. То есть, 0,06 ампер. Мы уже определили, что на 1 метре ленты у нас находится расположено 60 светодиодов. А значит, потребляемый ток одного метра ленты составляет 3,6 ампера. Но здесь есть такой один нюанс. Каждые 6 светодиодов, вот они, как раз на каждом вот таком вот отрезке, включены последовательно. А значит, потребляемый ток будет в 6 раз меньше. То есть, 0,6 ампер. 0,6 ампера. Давайте проверим себя, умножив это значение на напряжение питания 24 вольта. То есть, 24 умножаем на 0,6 ампер. И получается, что 1 метр ленты потребляет 14,4 ватта, как и заявляет производитель. Теперь, зная потребляемый ток одного метра ленты, определим ток и мощность для 8-метровой ленты. В общем, ток 0,6 умножаем на 8, получаем 4,8 ампера. А мощность получается около 115 ватт. Вот так вот легко и непринужденно можно определить мощность светодиодной ленты, даже не зная ее технических характеристик. Так, для подключения светодиодной RGB ленты длиной 8 метров, необходим блок питания с выходным постоянным выпрямленным напряжением 24 вольта. И выходным током не менее 4,8 ампера. Блок питания обязательно должен иметь некоторый запас по мощности и по току примерно на 20-30%. В итоге я выбрал блок питания HTC200M24. Мощность у него 200 ватт, выходное напряжение 24 вольта. Стоимость его на момент снятия видео стоит около 1700 рублей. Вот такой у него внешний вид. Здесь указаны его технические характеристики HTC200M24. Так, это входное напряжение, переменное входное напряжение 176 до 264 вольта. Выходное напряжение постоянка 24 вольта. Выходной максимальный ток 8,3 ампера. Выходная мощность Гаврилл 200 ватт. Потребляемый ток из сети 2,5 ампера. Данный блок питания имеет высокую стабильность выходного напряжения. В нем имеется встроенный фильтр электромагнитных помех, встроенная защита от перегруза и короткого замыкания. Блок питания имеет, как вы уже заметили, перфорированный металлический кожух для лучшего охлаждения и вентиляции. Напряжение питания, входное напряжение питания 220 вольт подключается на клеммы, соответственно, L фаза Е0. К клемме заземления подключается ПЕ-проводник питающего кабеля. Нагрузка подключается к клеммам В плюс и В минус. Обратите внимание, что выходные клеммы разбиты на три группы, то есть три минуса и три плюса. Это удобно в том случае, если вы подключаете несколько нагрузок. Не нужно в одну клемму подключать два и более проводников. Каждую нагрузку можно подключить непосредственно к своим клеммам. Здесь еще такая защитная крышечка есть. То есть, сделали подключение, крышечку закрыли, защелкнули. Как заявляет производитель, для лучшей естественной вентиляции необходимо обеспечить свободное пространство вокруг блока питания. Не менее 20 сантиметров с каждой стороны. Если нет возможности установить по таким требованиям блок, то значит необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию. Естественно, что блок питания не нужно устанавливать вблизи нагревательных приборов и горячих поверхностей. У меня блок питания будет расположен прямо на потолке. Мы сейчас к этому еще вернемся. Закрывать ничем не буду. К тому же, у меня мощность блока завышена по отношению нагрузки почти в два раза. Поэтому он особо, в принципе, греться-то и не должен. Ну, может, со временем принесу тепловизор, проверю, как блок греется через слой натяжного потолка. Сниму отдельное видео. К сожалению, я так и не смог придумать ревизионное отверстие для доступа к блоку питания и контроллеру. Поэтому в случае выхода из строя придется снимать край натяжного потолка. Благо, что я их разместил в углу и снять потолок будет не особо проблематично. Чтобы управлять многоцветной лентой RGB, необходим контроллер. В первую очередь он выбирается аналогично, как и блок питания. Это по мощности подключаемых RGB лент и величине выходного напряжения. Ну, а дальше уже дело каждого. Это выбор функциональности контроллера, это режимы, различные программы готовые и прочие возможности. Из расчета блока питания нам известно, что необходим контроллер мощностью не менее 115 Вт. Напряжением постоянного, с выходным напряжением постоянного тока 2,4 Вольта и максимальным током не менее 4,8 Ампера. Но здесь есть один нюанс. Ток потребления по каждому каналу ленты, красный канал, зеленый канал и синий канал, то есть по каждому каналу ток будет в 3 раза меньше. То есть выходной ток канала контроллера должен быть не 4,8 Ампера, а в 3 раза меньше. То есть он должен быть не меньше, чем 1,6 Ампера. То есть 1,6 Ампера. Для наших условий вполне подходит RGB контроллер LN RF6B Sense 2 Black. Мощностью 288, это при питании 12 Вольт и 576 Ватт при питании 24 Вольт. Преимущество данного контроллера, ну могу заявить, это относительно приемлемая цена на момент покупки. Это около 1400 рублей и достаточно широкий функционал. Ну вот такой его внешний вид, достаточно небольшой, достаточно компактный. Напряжение питания у него может быть как 12 Вольт, так и 24 Вольта. Количество каналов для управления 3, то есть вот R красный, G green зеленый и B синий, blue. Максимальный выходной ток каждого канала составляет 8 Ампер. Суммарная мощность нагрузки я уже сказал. Так, тип отключения выхода с общим анодом. То есть вот у нас общий плюс и каждый канал. Степень защиты корпуса IP20. Температура эксплуатации от минус 10 до плюс 50 ГР. RGB контроллер LN RF6B Sense предназначен для управления многоцветными светодиодными лентами. С напряжением питания 12 Вольт и 24 Вольта, поддерживающим шим управления. В комплект контроллера входит радиочастотный сенсорный пульт управления. Пульт достаточно удобный. Пульт работает от трех мизинчиковых батареек. Так, в этом месте хочу установить контроллер, чтобы сразу проводами, провода не наращивать у ленты, сразу ими непосредственно подключиться к контроллеру. В первую очередь, как я уже говорил, мы запитываем блок питания, подаем сюда 220 Вольт на клеммы L и N. Первое. Второе. С выхода блока питания берем плюс-минус 24 Вольта. С него подключаем наш контроллер. Вот у контроллера есть клемма DS+, и DS-. То есть input это входные клеммы. Сюда на эти входные клеммы подключаем наш контроллер. Подключаем сюда плюс 24 Вольта и минус 24 Вольта. Прошу здесь быть внимательными. Соблюдайте полярность при подключении вот этих проводов. На каждом конце светодиодной ленты уже припаяны 4 разноцветных проводника. Кстати, иногда встречаются ленты, где провода приходится припаивать самостоятельно, вот на контактную площадку. Если вы будете паять самостоятельно, то главное не перегреть светодиоды, вот особенно близ находящиеся. То есть, если будете паять, то пользуйтесь при этом маломощным паяльником, или долго не держите место пайки. Итак, к выходным клеммам output, то есть нашего контроллера уже подключается RGB-лента следующим образом. Вот у нас 4 проводника, вот у нас клеммы. Так что черный вывод подключаем на клемму V+. Красный вывод подключаем на клемму R канал номер 1. Зеленый вывод подключаем на канал 2 грин Г. И последний синий вывод подключаем на третий канал B Blue синий. Ну, это так вот я вам для наглядности показал. Если вы случайно перепутаете выходы R, G и B, то есть красный, зеленый и синий между собой, то ничего страшного не случится. Просто при управлении у вас будет несоответствие цветов. Например, нажмете на пульте сенсор красного цвета, а загорится там при этом, например, синий или наоборот. При подключении ленты есть строгое правило. К контроллеру допускается подключать ленту длиной не более 5 метров. Укорачивать ленту можно, тут ничего страшного не произойдет, а вот удлинять ленту категорически нельзя. Дело в том, что каждая таковедущая дорожка ленты рассчитана на определенный максимальный ток, который берется, исходя из длины ленты в 5 метров. Если ленту срастить и, например, к 5 метрам присоединить еще там 3 или 4 метра, то ток в этой цепи увеличится, и дорожки со временем начнут перегорать, то есть перегреваться и перегорать. Также второй подключенный отрезок ленты из-за падения напряжения будет гореть значительно слабее, то есть тусклее. В общем, запомните, если нужно подключить RGB ленту длиной более 5 метров, то нужно следовать приведенным ниже 2 вариантам. Первый вариант. К выводам контроллера подключаются обе ленты. То есть берется одна лента, берется вторая лента и подключаются соответствующим образом. То есть два проводника V+, два красных, два зеленых, два синих. Получается, что к одному контроллеру у нас будут подключены 2 RGB ленты. Есть второй вариант подключения двух лент через RGB усилитель. Но такой вариант более сложен и более затратен, так как требует приобретения не только RGB контроллера, но и RGB усилителя. А также необходимо два блока питания, как для контроллера, так и для усилителя. Кстати, контроллеры и блоки питания во втором варианте выбираются по мощности каждой ленты, а не суммарно, как в первом варианте. Вот это единственный, наверное, плюс. Так, ну в общем, вот питающий кабель. Вот фаза 0 и земля. Соответствующих цветов белой фазы, синий 0 и зелёная земля. Их подключаем на клемму L, E и земля, соответственно. Дальше. Выход с блока питания сделал таким же кабелем VVG NG 3 на 2,5. Одна жилка у нас осталась в резерве. Вот. Синий это минус. Белый это плюс. Здесь, соответственно, тоже. Здесь блок перевернут, поэтому плюс внизу, минус вверху. Все соединения, колодки здесь, что на контроллере, что на блоке питания, колодки выполнены мощные, с хорошими клеммами. Поэтому, коль вот это всё соединение будет недоступно, всё будет затянуто потолком, поэтому делаю соединение под винт на колечки. Можно было просто сделать втычные контакты, но я решил сделать именно под колечки. Всё, уже подключил. Давайте ещё раз пробежимся. В общем, это кабель питания, вот он приходит. Приходит на клемму L фаза N0. Это защитное заземление. Дальше выход плюс белый. Выход 24 вольта плюс белый, минус синий. Вот она, перемычка идёт на контроллер. Здесь, соответственно, тоже синий минус, белый плюс. Ну и здесь подключены попарно, то есть два чёрных, два красных, два зелёных, два синих. То есть две ленты подключены в параллель на один контроллер. В общем, эта часть будет закрыта натяжным потолком. Доступа сюда не будет. Так, ну давайте проверим, как она это всё работает. После подключения проверим работоспособность ленты и режимы работы контроллера. Нажимаем на кнопку включения ленты на пульте. Режим красного цвета, зелёный, синий, фиолетовый, голубой, белый. Смена нескольких цветов. Ну, в общем, всего 18 режимов. В некоторых режимах можно изменять скорость, допустим, скорость мигания или скорость перехода с помощью вот этих двух кнопок. То есть включение-отключение, вот эта кнопка, режим вперёд, режим назад. И изменение скорости в некоторых статических режимах. Помимо готовых режимов, имеется возможность включить ленту на любой необходимый вам цвет. Это осуществляется с помощью сенсорного кольца на пульте управления. Вот ещё есть сенсорное кольцо. Хочу, допустим, зелёный или могу вот так вот пальцем вот идти. Видите, она меняется по спектру цветов. Хотите вот красный, пожалуйста. Хотите фиолетовый или синий какой-то, пожалуйста. Вот фиолетовый можно. Вот такой можно фиолетовый потемнее. Красный. Жёлтый, жёлто-зелёный. Ну, в общем, много вариантов. В статических режимах я могу ещё изменять яркость. Вот поменьше делать. Или, допустим, вот поярче, совсем ярко. Или уменьшить яркость. Самый минимум сделал. Натянули потолки. Потолок сейчас полностью готов. А я сейчас отключу время на освещение и покажу, как смотрится лента в темноте. Вот это самый первый режим. Сюда поставлю. Вот красный, зелёный, синий, жёлтый, фиолетовый, бирюзовый, белый, красный. Это уже включились режимы. Смена цветов идёт автоматически. Тут двух, ой, трёх, семи цветов. Вот с плавным погашением, с плавными переходами. Ну, в общем, вот так. Всё светится равномерно, красиво. Вот такое вот получается у нас. Такая вот подсветочка. На этом я завершу видео про установку и схему подключения светодиодной ленты RGB, то есть многоцветной ленты, а также выбор блока и контроллера для неё. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч!